В Востоке, но даже знают и за границей. И за границей помогают больше, чем наши власти, которые вообще ничего не сделали для того, чтобы прекратить этот произвол. Но не все так безнадежно в России. Вот я хочу сказать, знаете, что 10 мая, июня задержали Мальцева и его соратников. Также ночью вероломно ворвались в дом 50 человек в масках, забрали всех мужчин, несмотря на плачущих женщин и детей. Выпилили дверь, ну да, все это, разорение полностью. И развезли соратников по разным отделениям города Москвы. И хотели их осудить за нападение на полицию. Нет, они хотели новое дело сфотографировать по 10 числу. И полицейские, которые находились в этих отделениях, представляете, они не стали фабриковать впервые ложные вот эти документы. И людей, да, да, и вот это приятная новость, и Мальцев, и соратники оказались на свободе, кроме одного человека. Поэтому, конечно, информационный мир наступает. Не бойтесь, снимайте все на видео, выкладывайте. Только это спасет нас от произвола и диктатуры. Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Спасибо. Спасибо, Марина. Друзья, сейчас перед нами выступит студент Александр Песков. Его тема «Коррупция и социальные лифты». Статья 43 Конституции. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном и муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. Пожалуйста, Александр. Слава России! Уважаемые архангелогродцы и гости этого города, я рад вас видеть сегодня, вас. И мне бы хотелось отметить, что много людей, хоть не так много, как хотелось бы, пришло с российскими флагами. А ведь это очень символично, поскольку, вы знаете, Петр Первый именно в Соломболе поднял первый российский флаг, который сегодня является нашим государственным символом. Мы пойдем гулять после митинга в центр? Да! Я вас не слышал? Да! Я заметил, что, проанализировав историю, я родился в 1996 году, когда уже Советский Союз распался, и анализируя историю, я заметил, что за 27 лет независимости России, именно 27 лет назад была принята декларация о государственном суверенитете Российской и Советской Федеративно-социалистической республики, медицина разрушена полностью. Количество больниц только за 17 лет, с 2000 года, упало в два раза, вы только вдумайтесь. Сельская местность просто задыхается от недостатка медицинской помощи, люди умирают у себя дома. И мне, как студенту медицинского университета, очень страшно, как я буду работать, а мне в этой стране жить еще? Я не хочу никуда ехать. Вот нам любят говорить, там, например, Алиса Вокс, что вот начните с себя. А что, у нас есть яхты? У нас есть дворцы у каждого из нас? И вы знаете, наверное, был большой общественный резонанс. У нас прошлый ректор Северного государственного медицинского университета, Павел Иванович Сидоров, был уволен именно за взятки. То же самое мы можем сказать про ректора Северно-Арктического федерального университета, Кудряшову. Поэтому неудивительно, как нас учат, как мы получаем высшее образование. Да, кстати, правильно отметили, что Кудряшова снова ректор, реабилитирована. Да, дело закрыто. За все это время мы потеряли не только медицину, но и промышленность. Мы потеряли большие, очень высокие кадры. Мы развалили науку полностью за эти 27 лет. Отечка мозгов, она, как нам говорят по телевизору, якобы прекратилась ничего подобного. Мне кажется, она в двойном темпе сейчас происходит. Алексей Навальный тоже на митинге. Алексей Навальный на митинге. Я думаю, что нам неправильно говорят, что вот мы якобы сила, которая у нас устраивает в России Майдан. Вот даже сзади меня сейчас памятник Владимиру Ильичу Ленину на Украине эти памятники сносили. Переименовали улицы с советскими названиями на их национальные. Но обратите внимание, они зато строят новые больницы. Они строят новые детские сады и школы. Они занимаются своей страной. Когда у нас по телевизору идет сплошная пропаганда, какие они плохие, какие они бандеровцы. Когда у нас памятники есть, советские названия улиц есть. А вы посмотрите на седьмую больницу в Соломбале, как она выглядит. Это кошмар. Это ужас. Врачи вынуждены работать там по 2-3 ставки, чтобы прокормить свою семью. Это нормально? Нет. Нормально. Я думаю, что нам есть что терять. Мы должны, если нужно, мы каждый месяц будем собираться здесь. Если будет нужно, каждую неделю. Но мы должны дать власти знать, что мы есть, что мы недовольны. Нам есть что терять. Нам здесь жить, учиться и работать. И мы не будем молчать. Слава России! Слава России! Друзья, у нас закончилась часть, в которой выступали люди, которые заявлялись заранее. Поэтому мы переходим к свободному микрофону. Сейчас мы хотели бы вызвать Илью... Как Илья? Илья Корихов. Илья, где ты? Ты из Северодвинска? Да. Держи микрофон. Да. Расскажи о себе. Здравствуйте. Меня зовут Илья. Я ученик восьмого класса. Я из Северодвинска. И знаете, у меня не особо большое выступление. Я не о проблемах сюда пришел говорить, потому что у меня еще проблем не было. Похлопайте, пожалуйста, как-нибудь, кто из Северодвинска. Пришли сюда. И сколько за школьников? Я встретил много школьников, пока сюда ездил. Я знаю, как минимум, о семи. Ладно. Я, собственно, пришел сюда рассказать о том, кто считает, что у нас свободная область. Свободная прям. Можно высказываться. Можно говорить. Я лично считаю, я пришел сюда, мне не сильно страшно. Я не думаю, что меня в школе за что-то это скажут. Хотя все знают истории там... Все знают истории с омским школьником, которым там рассказывали, как у нас тут полные митинги. Потом все репортажи об этом делали, что школьники туда ходят, только 10 тысяч евро получить. Что их там заманивают на митинги. Мы же все понимаем, что это неправильно, да? Это неправда. Я пришел сюда, чтобы высказать свою гражданскую позицию. И у нас в Северодвинске тоже планировался митинг, но у нас его не согласовали. А потом суд сказал, что не согласовали совершенно законно. И знаете, я хотел поддержать организаторов митинга. Они сейчас в Северодвинске стоят в одиночном пикете. Насколько я помню, Елена Чайка и Евгений Старцев. Давайте им похлопаем. Может быть, они услышат это обращение. Знаете, дорогие организаторы, я за вас, я вас поддерживаю. Вы очень молодцы, что стоите там в пикетах. Мы тут за вас болеем. Вот все. Спасибо. Спасибо большое, Елена. Друзья, сейчас перед вами выступит Егор Петрович Трискин, предприниматель. Архангельский предприниматель. Здравствуйте. Я не рискну вставать на эту шаткую трибуну, но надеюсь, что те, кто снимает в первых рядах, потом покажут в интернете тем, кто стоит позади. Я хочу поблагодарить организаторов митинга за то, что они начали наше мероприятие гимном России. И вот почему. Когда я подошел сюда, мы собирались здесь, и было такое впечатление, что нас было сначала немного, мы так подходили, озирались, и как будто нам было за что-то стыдно и неловко. Но ведь это совершенно ненормально. Стыдно и неловко должно быть тем, против кого мы сюда пришли высказать свои слова. У нас сегодня праздник нашей страны, нашего города. Нам стыдиться нечего, и мы совершенно справедливо требуем ответов на все поставленные вопросы, на которые нам ответы еще не дали. У меня, у самого маленький ребенок, и я частенько проезжал по проезду Приорова, наверное, вы знаете все это место, рядом с поликлиникой детской. И там долгое время, не знаю сейчас есть он или нет, но долгое время висел плакат о том, что вот здесь, на этом месте, в 2013 году, будет построено новое здание детской поликлиники. Что там было построено, мы все знаем, торговый центр «Сафари». И поэтому я приехал на этот митинг сказать власти, что мне надоела эта ложь, которая льется на нас постоянно с каждым предвыборным обещанием. Вспомните, чего только нам не обещала «Единая Россия» за все свои выборы. Хоть что-нибудь было выполнено? Вы будете голосовать еще за «Единую Россию» на следующих выборах? Нет! Ну, вы абсолютно правы. Но, да, но почему же они набирают все время свои 146% и продолжают свою политику? Есть такое важное правило, что на том уровне, где проблема была создана, ее невозможно решить. И нам нужно менять этот уровень. И пока что, еще, у нас есть право это сделать. Мы можем ходить на выборы, голосовать не за «Единую Россию», не за Путина. И тем самым менять свое будущее. Спасибо. Спасибо, Егор. А сейчас приглашаем Веру Трубецкую, жительницу Соломболы. Вера, где вы? Пожалуйста. Здравствуйте. Недавно они захотели нашу набережную перекрыть, добавить туда цеха. И когда мы шесть или семь раз пришли в мэрию и сказали, товарищи, дорогие, у вас есть красная кузница? Они говорят, а она продана, 50 акционеров. Так чей, простите, это вопрос? И что они сейчас делали? Выдали деньги на набережную, да, выстроить нашу Соломболу прекрасную. И получается, когда мы им предложили построить на этом месте часовню адмирала и макет корабля, потому что все-таки Петровские, это времена наши, они сказали, нет, мы будем строить здесь военные цеха. Но это грозит нашей экологии, Соломболы. Поэтому еще раз, кто как-то может помочь, пожалуйста, выступайте. Потому что в мэрии никто персонально отвечать отказался. Мы шесть или семь раз ходили с журналистами, с юристами. Единственное, что они предложили нашим юристам, давайте мы вам газ проведем. Спасибо. Друзья, я хочу сказать, что те, кто желает выступить, подходите, пожалуйста, вот сюда за сцену, записывайтесь. Примерно по три минутки мы можем дать. Ну, к сожалению, не больше, уже у нас желающих достаточно тут. Шаклейн Михаил выступит перед вами. Пожалуйста. Всем привет. Меня зовут Михаил, я студент. Я хочу обратиться прежде всего к Алисе Вокс. Уважаемая Алиса Вокс. Она здесь? Ее здесь нет, но она меня, я надеюсь, услышит. Уважаемая Алиса Вокс, я припихался в своей комнате, я покушал, сделал все уроки и вот пришел сюда. Я думаю, что я имею право сюда прийти. Спасибо. Мне 21 год. Красавчик. Вообще, я хотел сказать следующее. Мы много сегодня слов сказали о медицине, о ЖКХ, о проблемах предпринимателей. Но вопрос один, как это все решить? Как нам изменить ситуацию в стране? И ответы очень просто. Вот так вот. Именно так, постоянно выходя на митинги, протестуя, высказываясь, постоянно требуя что-то от власти. Вспомним историю 60-х годов в Соединенных Штатах Америки. Были там многие антивоенные протесты, антивоенные митинги. Их там за все эти 10 лет были сотни, а то и тысячи. И точно так же основной массой там была молодежь. И точно так же полиция задерживала их сотнями. Их поливали из водометов. Их били дубинками, их притесняли, им мешали, но они добили своего. Они закончили войну во Вьетнаме, они расширили свои права и свободы, они добили своего. И точно так же мы добьемся своего, если будем постоянно выходить. То, что мы выходили 26 марта, это замечательно. То, что вышли сегодня, это еще лучше. Но мы должны все выходить и дальше. Мы должны выходить дальше, выходить больше, выходить чаще. Так победим. Спасибо. Спасибо. Времени мало, буду краток. Артем Бережной. Здравствуйте. Хотелось бы продолжить разговор Ольги о несменяемости власти у нас. Мне повезло служить в армии в 2011-2012 году. Это были выборы в Думу и выборы президента. Так вот, думаю, все понимают, как происходит агитация, когда всех строят, говорят, ребят, вы знаете, за кого голосовать. А потом кабинки, которые должны быть закрытыми, приватными, они полностью открыты, и перед каждой из них стоит товарищ офицер и контролирует тебя. Ну вот, ну и история немножко о другом, о том, что было уже после выборов президента. Я отвечал за ленинскую комнату и спросил у замполита, нужно обновить стенд, на котором написано президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий. А снизу была фотография и подпись Дмитрия Анатольевича Медведева. Я говорю, товарищ майор, у нас уже президент поменялся, надо бы поменять. А он говорит, не волнуйся, все еще там, до тебя уже придумано, сделано, все будет хорошо, не надо ничего заказывать. Ну, я подошел, пошел. Подхожу я к этому плакату, смотрю в уголочке, маленький-маленький кусочек скотча, такой буквально сантиметр один. Тяну за него, фотография Дмитрия Анатольевича падает. А там Владимир Владимирович, написано Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий. Ну, в общем-то, чтобы такого не было, давайте действительно всем говорить, что нужно голосовать, и не стоит этого бояться, стесняться, и есть в этом смысл, в этом наше будущее. Спасибо большое. Спасибо. Пелинов Павел. Павел? Понимаете, что этот город, он немножко конченый. Нет, железнодорожный тупик, автомобильный тупик, когда он нужен был Петру до Санкт-Петербурга, он нужен был, война. Где проходил путь? Дервиш, т.д. и т.п. Все. И город никому не нужен, если честно. Вот я смотрю на всех, и он никому не нужен, кроме Алмазов, Лукойл, Олигперов, т.д. и т.п. Нам нужен. Нам нужен этот город, Павел. Привет, ребята. Сколько уезжают там? Сколько уезжают? Ну и что дальше? Потому что Москва не смотрит на нас. Но Москва не смотрит на нас. Мы для этого и выходим, чтобы она смотрела. Ей вообще не интересно. Вы хоть не понимаете, сколько людей уезжает и в Питер, и в Москву, и все. Предложение, Павел. Предложение. Предложение, ну сделать легкий майдан. Хотя бы просто разбомбить пару магазинов. Нет, нет. Прошу вас. Прошу вас, СССР. Нет. Все, все. Спускайтесь. А почему не сделают? А почему не сделают? Давай, давай, давай. Давай, давай. Марина Поздеева. Здравствуйте. А извините. Здравствуй, народ. То есть здесь народ. Население у нас сейчас в центре. А мне хотелось бы... Чистим себя под одним Лениным, а не под другим. Те, кто сюда пришел, это уже граждане. Это уже народ. Я из тех, кому за полтинник, и на которых не принято большого внимания обращать в смысле развития нашей страны, тем не менее, присмотритесь все-таки к нашим поколениям и тоже повнимательнее. Вот сейчас хочу в угадайку сыграть с вами. Если все начинает работать или движется по сигналу из Кремля, значит система не жизнеспособна. Ее нужно подстраивать под конкретного человека. Чьи это слова? Это слова Дмитрия Медведева на Петербургском форуме 2011 года. Вы знаете, моя главная мечта, это дожить до того времени, когда мы уже не сможем назвать этого конкретного человека. Когда человеком будем я, вы, каждый из нас, каждый, кто живет в этой стране, чтобы именно под нас подстраивалась система. Но вот здесь выступал медик, студент, он опасается за свое будущее, и это правильно. В нашей стране неприкасаемые кто? Кого нельзя тронуть? Только силовиков. А медиков можно тронуть, они, конечно, не бегают по 200 человек за одним сумасшедшим, их гораздо меньше. Они лечат их, и их задача не убить, их задача вылечить. Но недавно в Думе был отклонен законопроект о том, чтобы медиков приравнять к силовикам, для того, чтобы они могли спокойно выполнять свою работу. Да, действительно, система это не жизнеспособна. Если можно получить срок за то, что не веришь в непорочное зачатие. То есть система довела сама себя до абсурда, и только надежда на молодых. То есть, конечно, я оптимист, я верю в нашу великую родину и мечтаю дожить до таких дней. Но у меня еще есть дети и внуки, ради которых я готова бороться. Я первый раз не только на сцене, но и на митинге. Надеюсь, не последний. Спасибо. Спасибо вам. Виктор Кузьмин с темой интернета и его ограничения. Пожалуйста. Спасибо большое. Здравствуйте всем. Я Виктор, я работаю в АТК, но также подрабатываю на Ростелекоме. Вот такой человек. Все здесь, все здесь, которые собрались, я уверен, абсолютно все собрались только потому, что узнали информацию через интернет. Есть, конечно, о котором рассказали друзья, наверное, есть те, кто просто пришли. Спасибо вам большое. Но я хочу вам рассказать, что сейчас происходит именно с информационными технологиями, с интернетом. Наверное, вы все в курсе. Кто-нибудь уже наверняка слышал и знает о пакете Яровой, так называемый, да? Да. Наверное, кто-то видел эти картинки, эти мои, те отционные, где и пакет на голову надевают. Знаете, я в теме интернета очень давно, и я помню, как только-только начиналось ограничение, когда в далекие времена, когда я был еще студентом, и был такой прекрасный сайт Лебрусек, наверное, кто-то еще помнит, из более старшего поколения. Его заблокировали лишь за то, что в одном где-то рассказе нашли, как варить конопляный суп. Боже мой. Просто сейчас происходит парадоксальная ситуация. Я вижу, как людей, просто им реальные сроки дают за то, что они лайкают где-нибудь ВКонтакте, какие-нибудь картинки, как они за репосты, за лайки сейчас реально могут посадить, реально могут закрыть. И я вижу, про пакет Яровой еще мало кто знает, я в двух словах объясню. По этому закону вся ваша активность в интернете за несколько лет должна складироваться и по требованию органов МВД выдаваться им. А также за полгода все, что вы смотрели, все видео ваши звонки, все, 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 всю информацию, именно видеофайлы и телефонные разговоры, все должно складироваться и по первому требованию органов МВД выдаваться им. То есть это абсолютно...